Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Тема нашей очередной встречи с вами это поликарбонатные теплицы. Почему это как бы интересно? Потому что за последние десятилетия многие обзавелись таким сооружением. Ну у кого-то есть обогрев, конечно, такой тепловой, люди довольны, протапливают эти теплицы и используют круглый год. Ну большинство наших дашников как бы имеют теплицы на солнечном обогреве. То есть погода греет, когда погода греет, тогда все растет в теплице. Вот здесь теплицы наши используются крайне неразумно. Они используются где-то в течение полугода. Полгода наши теплицы простаивают. А можно ли сделать так, чтобы наша теплица меньше простаивала, а как бы давала отдачу, ведь они как бы стоят больших денег? Конечно, можно. Ну самое первое, что мы не дорабатываем с нашими огородниками. Значит, про подзимнее посевы там различных овощей. Давайте будем разбираться. Ну первое, что мы забываем высоких технологий, опыт наших предков. Наши предки в июле месяце сели цветную капусту. Сели цветную капусту и потом уже в конце сентябра переносили эту цветную капусту, выкапывали с комы земли, ставили парники. И капуста получала, как бы такой термин есть, на дорашчивание. И капуста в течение месяца-полтора, как бы в тех парниках, набирала сил и давала хорошую-хорошую головку. То есть свежую капусту цветную наши предки имели и в конце октябра и в ноябре месяце. Чего мы можем увидеть только в наших гипермаркетах и любых магазинах, которые торгуют овощной продукцией. Но точно так же на таком дорашчивании можно сделать и пекинскую капусту. И поверьте, погода меняется. Эти культуры холодостойкие, они выдерживают заморозки минус 4, минус 6 градусов, даже до минус 8. Поэтому урожай из теплицы, если мы посеяли в июле, поставили наше поликарбонатное теплице на дорашчивание, для всякого обогрева у нас урожай будет как бы чуть не до нового года, пока окончательно почва сильно не замерзнет. Ну ладно, это мы уже прошли, это мы потирали. Давайте мы сделаем так, чтобы наша теплица уже начала где-то в апреле давать урожай. Ну, советы мои будут касаться, конечно, условий Белоруссии. Соответственно, если вы живете южнее, у вас этот срок будет еще раньше начинаться, но если севернее, он немного сузится. Но, тем не менее, принципы остаются одинаковые. Так вот, про подзимные посевы ваше в теплицах, как бы многие не задумываются. Мы свои помидоры садим где-то в мае месяце, в начале, в середине, в конце, теплица наша стоит. А вот чтобы она не стояла, давайте займемся подзимными посевами. Над что можно посеять теплицы под зиму? Ну, во-первых, посадить луковый барок. Луковый барок прекрасно до посадки основных культур, будь то огурцы, будь то помидоры, он прекрасно вырастет и будет убран. Далее, можно посеять любые ранние листовые овощи, то есть скороспелые. Это тоже укроп, это тоже салат, это тоже кориандр, ну и там и руккола и прочие-прочие салаты. Можно даже посеять корнеплоды. Из корнеплодов что можно посеять в теплице? Это редиска и ультра скороспелые сорта моркови, типа амстердамской. Ранние сорта моркови, они, конечно, не будут расти в теплице долго, но пучковый товар они дадут прекрасный. И они уже в середине мая вы можете смело лакомиться свежей морковочкой со своей теплицей, а освободившие места занимать рассадой помидор, которые также к осени дадут приличный урожай. Ну, подзимние пассивы, как бы еще, в чем есть смысл подзимных пассивов? Что как бы наша теплица вроде меньше отдыхает, но в то же время ей больше разнообразия культур. То есть мы, получается, в теплице делаем севооборот. И поэтому наши растения в последующем растут лучше, потому что у нас не монокультура там огурцы или помидоры или перцы, а уже у нас как бы культуры меняются. И для почвы лучше, и для почвы микрофлоры гораздо, гораздо лучше. Ну, подзимние пассивы имеют какие-то особенности? Ну, значит, поскольку у нас выращиваются овощи листовые, ранние овощи, то есть с коротким периодом вегетации, поэтому мы не увлекаемся удобрениями особенно. Приветствуется только что внесение суперфосфата. Внесение суперфосфата, это прекрасно подойдет при посеве в родочки, добавляем под наши культуры. Не увлекаемся сильно, например, перехновим носить там навоз, это тоже не очень желательно, потому что наши овощи будут накапывать нитраты. Поэтому, соответственно, заботимся и о своем здоровье. Ну, посевы в теплице лучше что делать? Они могут делаться и в октябре, они могут делаться и в ноябре. Их можно даже, если погода позавляет, делать и в декабре. Ну, тут есть такие тонкости, значит, что семена ваши не взошли, потому что тем больше теплее, чем днем. Их можно посеять в сухую почву. Сухая почва делается очень просто. Открыли двери, почва подсохла, и в свою почву высеваете семена. Отсутствие воды ваши семена лежат и хорошо хранятся в земле. Далее, следующий нюанс, что можно сделать, посеять семена дрожированные. Семена покрытой оболочкой посеяли, они тоже, пока они размокнут, они тоже будут хорошо лежать в нашей почве, хорошо будут сохраняться. То есть, как вот видите, семена сорняков сохраняются в любой почве, потом прорастают, точно так же наши культурные растения, посеяные под зиму, в теплице, точно так же будут хорошо сохраняться. Ну, а вот как ускорить урожай, что потом весной они раньше пробудились и раньше пошли. Ну, здесь есть как бы тоже два направления. Два направления, значит, какие? Что мы посеяли семена и можем почву хрыть листом или соломой. Листья или солома слой 15 сантиметров, значит, они вообще не дадут промерзнуть почве. Ваша почва может только промерзнуть вдоль самой-самой стеночки. Вот, остальная почва будет не промерзшая. Раз не промерзшая почва, значит, растения раньше взойдут и раньше будут давать урожай. Вот раз. Нет у вас соломы или листья, это тоже не проблема. Сейчас хватает спонбонда, геотекстиля, берем посевы, накрываем этим материалом. Значит, уже ваши, все морозы какие они будут, вашим семенам не страшны. Ну, для того, чтобы семена не взошли, как бы в теплице, что вам не очень это хочется, не вымерзли зимой, мы можем открыть двери. До наступления сильных морозов мы открываем двери. Открываем двери, настежь, делаем такую вентиляцию, все сухенько, все хорошо. Ваши семена прекрасно сохраняются у почвы. Ну, весной, когда начинается снимать вот это укрытие, будь то смонбонд или листву, значит, к этому надо приступить. Где-то, когда ночные температуры, уже не будет опускаться меньше минус 10 градусов. Если температура ночью минус 10, в нем уже может быть и минус 2, значит, уже пора снимать укрытие. Снимаем укрытие, делаем поливы тепленькой водичкой, и ваши растения начнут сходить. Уже в середине апреля вы сможете собирать со своей теплицы зелень салата, укропа, кориандра, руколы. Уже к концу апреля уже пойдут корнеплоды редиски. А в середине мая, даже и в начале мая, все зависит от наступления весны, вы уже можете собирать свеженькую, молодую, сочную морковочку в своей теплице. И поверьте, что ваши огурцы, помидоры, посаженные после этих культур, станут расти очень хорошо, гораздо лучше, чем в обычной агротехнике. Так что попробуйте вот эту работу сейчас сделать осенью, подзимние посевы вашей теплицы, и вы весной будете вознаграждены нашим большим количеством витаминной зелени, которой как раз не будет хватать в ту пору нашему организму. Так что и теплица ваша начнет как бы давать большую отдачу, станет окупаться. То есть положительный момент во всем. И теплица скорее окупается, и урожай последующей культуры гораздо выше. Вам успехов и удачи. Не пускайте эту работу, чтобы ваши теплицы прогуливали. Прогуливающих площадей закрытого грунта быть не должно. Тогда вы не будете, только ваша теплица не будет давать отдачи буквально самые холодные месяцы, с середины декабра до начала марта. Все остальное время ваша теплица будет работать и радовать вас урожаем, чего вам и желаю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok